Здравствуйте! Как всегда в это время по вторникам в эфире телерадиокомпании Щелкова программа «Диалог». С вами я, ее ведущий Сергей Дадыко. Напоминаю, что программа наша идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 496, это код города, 567-1440 и 567-1450 и задавать свои вопросы моему сегодняшнему гостю. А в гостях у меня сегодня глава городского поселения Щелково, председатель Совета депутатов городского поселения Щелково Рушан Махмутов. Добрый вечер, Рушан Гаярч. Здравствуйте, Евгений Михайлович. Вы у нас первый раз в гостях в программе «Диалог» в качестве главы городского поселения, но тем не менее у вас уже очень большой опыт, так скажем, работы в управленческих структурах нашего города и района уже 9 лет. Если можно, напомните нашим зрителям свои основные этапы, вехи вашего, так скажем, роста у нас в городе. Спасибо. В 2009 году впервые стал депутатом городского совета депутатов, был избран председателем совета депутатов и 4 года его возглавлял. После этого год работал депутатом в районном совете депутатов. Ныне депутат городского совета, председатель, глава городского поселения Щелково. Ну, если можно, тогда расскажите о своих полномочиях, чем занимается глава поселения. Все-таки у нас очень большое достаточно поселение, да, порядка 130 тысяч человек живет. Это не сельские поселения, которые главы некоторых поселений были у меня уже в гостях, когда 5-6, даже 12 тысяч все-таки тут в 10 раз больше как минимум. Поэтому какие задачи стоят перед вами? Ну, мы наш город называем столицей нашего Щелковского района, да, и в связи с тем, что у нас и проживает больше, и действительно мы являемся центром, центром экономической жизни, политической и во всем остальном. Основные задачи наши, которые мы выполняем как депутаты, это формирование бюджета, воплощение тех наказов наших избирателей для улучшения жизни, обеспечения и эффективного проживания на территории города, как можно лучше жить. Начинали мы в свое время, я помню, с 2009 года, бюджет городского поселения составлял 400 миллионов, на сегодняшний день это более миллиона 100, миллиарда 100 миллионов. Достаточно большой рост за эти годы. Мы все видим, как оно развивается, как оно меняется. Хотелось бы лучше, но, как мы считаем, хорошо двигаемся вперед. Ну, тем не менее, городское поселение Щелково уже не первый год занимает в рейтинге поселений всего района, всего, напомню зрителям, 10 у нас поселений. Щелково у нас стабильно занимает первое место. За счет чего удается это достичь? За счет, конечно, наших жителей, за счет того, что у нас большой бюджет, жители рабочие места, соответственно, платятся налоги. Бюджет у нас состоит из НДФЛ, налога на физических лиц, который составляет 425 миллионов, и налога на имущество 435 миллионов. Это основная статья доходов, из которых формируется городской бюджет. Ну, с доходной частью понятно, ну, а в основном приоритеты расходы. Расходы. Бюджет у нас социально направленный. У нас в этом году запланировано на благоустройство 249 миллионов. Потом сфера ЖКХ занимает практически около 300 миллионов. Поэтому мы считаем направленность социальной у нас бюджета городского. Давайте немножко поговорим о работе Совета депутатов, которую вы возглавляете. Как взаимодействует городской совет с районной администрацией и с районным советом депутатов? Не дублируют ли друг друга эти структуры? Нет, не дублируют. У нас есть четкий круг своих полномочий, у районных депутатов свои полномочия. Они отвечают за район в целом, мы за город. И у нас раздельные бюджеты, за которые мы отвечаем в наших полномочиях. Так же, как и в сфере культурной, массового спорта. Все это на наших плечах. А то, что район отвечает, это в их части. Очень серьезный вопрос. Я знаю, что вы уделяли ему достаточно большое внимание. Это принятие генерального плана городского поселения Щелково. Еще летом, где-то в начале июня прошли публичные слушания. Практически все слои населения, поселения уж извините за такую невольную рифму, были охвачены. Кто хотел, все узнал, внес свои предложения. И вот буквально в конце прошлого года генплан, я уж не знаю, можно ли его так назвать, многострадальный генплан был принят. Но я почему так сказал многострадальный, просто вспоминается пример о том, как 4 года назад мы не приняли план. Но тем не менее, вроде сейчас все довольны. Хотя, наверное, все не могут быть довольны. Если можно, более подробно об этом генеральном плане, чем он отличается от предыдущего, ну и каковы его основные направления? Да, вообще, как я считаю, это правильно, что он действительно принят. Последний генеральный план был принят 2004 года, по которому мы жили 13 лет. Естественно, жизнь шагает вперед, шагает очень быстро, быстро меняется. И генеральный план уже не соответствовал тому, тем запросам, которые есть сегодняшнего дня. И мы сегодня, приняв этот генеральный план, но, уважаемые, должны наши жители знать, что это не догма. В общем-то, он может претерпевать изменения, внесение корректировок в них, но он должен быть. И то, что он есть, это очень хорошо и правильно. Пускай там, может быть, кого-то устраивает, кого-то не устраивает, но в большей степени он устраивает. Это те зоны, территории, которые сейчас определены, где будет жилая застройка, где будут промышленные территории, это транспортная инфраструктура. И самое главное, это то, что позволит нам строить комплексную застройку, жилую застройку, которая позволит расселить нам ветхий фонд, который у нас на сегодняшний лет, практически 25% жилого фонда является ветхим. И их нужно расселять. Руслан Гайерович, у нас есть первый звонок от нашего зрителя, предлагаю послушать, ответить на вопрос, потом мы с вами продолжим наш разговор. Здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас. Добрый вечер, Добрый вечер, Руслан Гайерович. Добрый вечер, Сергей Михайлович. Здравствуйте, слушаем вас. Руслан Гайерович, вы не первый год у власти. Насколько я помню, с 2011 по 2014 год вы были представителем Совета депутатов городского поселения Щелково. Да, так точно. Принимали и утверждали бюджет города, тогда еще, когда самостоятельно была городская администрация. Что вы можете припомнить из полезных дел в городе в те годы? Почему тогда в городе делалось так мало, а теперь полная противоположность? Город начинает процветать. Вы можете объяснить, пожалуйста, причину эту? Спасибо. Спасибо за вопрос. Да, есть и такое, на самом деле, в связи с тем, что сокращена администрация городская, произошло обменение. Мы, как депутаты, приняли решение передать эти полномочия районной администрации и объединить администрации. Ввиду этого образовалась экономия средств, которые тратились на содержание администрации городской. Около 250 миллионов. И сегодня мы как раз эти деньги и вкладываем в благоустройство нашего города. Припомнить, ну помните, мы же начинали, допустим, первые зашли в 2010 году на благоустройство территорий, внутри дворовых территорий. Это была наша программа. В 2010 году, когда еще и никто этим не занимался, мы включили в бюджет и комплексно каждый год делали по 5 дворовых. Конечно, сегодня мы делаем больше, понятно, потому что другие средства. В то время мы вкладывали только 50 миллионов, которые у нас были. И я еще хочу напомнить, почему. Потому что я же сказал вначале, что мы начали с 400 миллионов. И сегодня мы дошли до миллиарда 100 миллионов бюджета. И на тот момент, нельзя сказать, что только за счет сокращения администрации, а еще за счет того, что рост бюджета произошел. И это сейчас позволяет делать такое комплексное благоустройство, такие общественные территории, как мы с вами видим, имеем. Это набережные, это пешеходные зоны. В этом году планируется огромная территория. Но я вот еще коснусь об этом позже. Что еще можно добавить? Стараемся, да. И тогда старались работать в интересах жителей. Конечно, было и противостояние было, в общем-то. Разные времена пришлось пройти. Но, в общем-то, справились. Двигаемся вперед. Я надеюсь, в интересах и в улучшении качества жизни наших граждан. Мы сами также проживаем здесь. И хотим, чтобы на нашей территории было красивое благоустройство, не было этих пробок. Рушан Гаярович, еще один звонок. Давайте приоритет зрителям нам отдадим. Потом вернемся к разговору о генплане. Добрый вечер. Слушаем вас. Вы в эфире. Добрый вечер. Уважаемый Рушан Гаярович, в 2013 году жители города очень активно протестовали против того генерального плана города Щелково, который был предложен. А вы в то время, так же, как и сейчас, были председателем городского совета. Как сейчас вы можете это объяснить? Ну, тогда, понимаете, тогда было... Спасибо за вопрос. Тогда было противостояние. Естественно, подогревались эти вопросы. Противостояние в основном стояло и это западного обхода, который предполагает снос жилья частного сектора, для того, чтобы вывезти из Богородского и Финского те автомобили, которые сегодня идут через центр города. Естественно, подогревали определенные личности и говорили, что да, против этого надо, против того, что снять этот вопрос. По большому счету, огромных-то не было противостояний, вот конкретно, в каких случаях тот генплан не устраивал. Было проведено 37 публичных слушаний. Он был достаточно открытый и понятный, как это все происходило. Все высказывали мнение. Мнение в большинстве случаев были учтены. Вы вспомните, карьер, который предполагался тем генпланом, один из Кожинский, второй Америкский. Предполагался засыпки для того, чтобы там организовать производственный кластер, который необходимо сейчас организовывать, для создания рабочих мест. Жители высказали свои пожелания, негативно отнеслись к этому вопросу и его сняли. Он и предполагает с себя то, что это всего лишь проект, который был вынесен на обсуждение. Так как и это генеральный план. Люди также высказывались. Какие-то моменты были учтены, какие-то нет. И этому есть объяснение. Там профессиональные разработчики генеральных планов, они объясняют, что возможно, что невозможно. Рушен Георгиевич, предлагаю в качестве иллюстрации к Вашим словам о генеральном плане, нынешнем плане, естественно, который принят в конце прошлого года, посмотреть короткий видеосюжет о том, как проходили летом прошлого года публичные слушания по этому проекту. Ну а затем вернемся к разговору о том, как генплан будет притворяться в жизни. Давайте посмотрим. Замечания высказаны. Как будет меняться облик городского поселения Щелково на период до 2035 года? Какие территории останутся промышленными, а что отводится под застройку? Ответы на эти вопросы жители смогли получить на публичных слушаниях по генеральному плану городского поселения. Они прошли во всех микрорайонах города, включая недавно присоединенные территории Ледова, деревни Набережная, Боебайки и Серково. Жителям Воронка и западной части города высказали свои предложения, в районном культурном комплексе. Заказчиком генплана выступает Главное управление архитектуры Московской области. НИПИИ, Институт градостроительного и системного проектирования предложил рациональный вариант развития территорий с учетом интересов жителей и бизнеса. Ранее свои предложения по генплану высказала администрация района. Мы старались подсказать или рекомендовать разработчикам генплана, чтобы территории гармонично сочетались с генеральными планами, чтобы места компактного проживания микрорайона жителей чередовались с зонами общественного дежурения, с рекомендационными зонами, с промышленными зонами. И все транспортные развязки, транспортная логистика, пешеходная логистика была учтена в генеральном плане в полном обмене. По расчетам инженеров, полученных на основе утвержденных проектов планировки территорий, к 2022 году, когда завершится первый этап исполнения генплана, численность городского населения составит 150 тысяч, к 2035 году – 180 тысяч. На основе этих цифр предложены территории для строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры. Мы пока не будем заглядывать в такое отдаленное будущее, когда 180 тысяч будет население нашего города. Шен Георгиевич, опять звонки у нас идут, очень активные зрители сегодня. Пока смотрели видеосюжет, сразу два звонка, поэтому, пожалуйста, первый зритель. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно говорить, да? Конечно. Добрый вечер, меня зовут Людмила. Я житель города Щелково. Хочу задать вопрос гостю нашей программы. Вы, как глава, отвечаете за безопасных жителей, в том числе пожарную безопасность. Сейчас это очень актуальная тема в свете последних событий. Вот как вы можете объяснить, что в той части нашего города, где находятся крупные гипермаркеты, Кэмп и Глобус, нет пожарного депо? Спасибо. Спасибо за вопрос. Пожарного депо, да, действительно его нету, но оно в планах и в ближайшее время будет построено. В микрорайоне Богородским выделен земельный участок, сейчас вот финансирование на него выбиваем и надеемся, что в этом году оно будет возведено. Да, это наболевшие проблемы, мы знаем об этом, что единственный мост, связывающий, да, и в случае, не дай бог, сложившейся ситуации, которую мы сейчас все испытываем, конечно, будет сложности большие. Но в планах есть и планируем в этом году все-таки его построить. Модульное, они уже, проекты есть, стандартные, которые готовы быстро построить землю под этот участок, уже участок выделен под этот депо, микрорайон Богородский. Ну и, скорее всего, это депо будет, так скажем, курировать, да, весь левый берег Клязьмы. Конечно, конечно. То есть все микрорайоны, которые идут дальше от Богородского туда, в сторону Фрянова. Еще один вопрос. Здравствуйте, слушаем вас. Алло. Да-да, говорите, добрый вечер. Добрый вечер. Я бы хотела задать вопрос вашему гостю. Он сейчас возложил вопрос о том, что сэкономленные средства за счет сокращения администрации. И эти средства будут, значит, ну, сейчас уже они на благоустройство города. Я хотела бы вот такой вопрос задать им. У нас есть кладбище в городе Щелково, Горбинская гора. На это кладбище пройти невозможно, потому что там нет дороги вдоль кладбища. Которама построила дорогу, а дальше пройти вдоль кладбища на захоронение невозможно. Можно какие-то средства заложить, или как-то, ну, чтобы это кладбище действительно приобрело свиньи виды. Спасибо. Жду звонка и ответа. Спасибо. Спасибо за вопрос. Да, действительно, кладбище, это уже старое наше, Горбинское, оно закрытое, на нем под захоронение производится, но только к семейным, да, где есть то, что подходы, которые там, вы имеете в виду, от Касторамы, посмотрим, обязательно сделаем, если действительно они нуждаются там. Там была дорожка, с той стороны входа нет. Если имеют только между кладбищем, которая дорога идет в офицерский поселок, там тротуар сделать, там действительно тротуара нет, там есть только проезжая часть. Ну, посмотрим, обязательно ответим вам. Если вы данные свои оставили, в этом году постараемся выполнить. Если можно, я продолжу эту тему, и тогда продолжение вопроса зрительницы, вообще, как решается вопрос с обеспечением местами на кладбище, уж такой, да, прискорбной темы. Гребенская гора у нас практически закрыта уже. Закрыта давно. Тех, у кого есть участки. Ну, вот Леониха расширяется, в Улиткино, я знаю, многие жители нашего города ездят, хотя, в общем-то, не наше поселение, на наш район. В дальнейшем, что должно быть? По генплану мы предусматривали, в Леонихе нам от Министерства обороны передали 30 гектаров, еще в свое время, когда Шойгу Сергей Козюгетович возглавлял область, он передал семейный участок, 30 гектаров под захоронение, где мы и хотели создать большое кладбище. Но со временем жители выступили против него, и космонавты поддержали необходимость того, что не единственная дорога, не нужно это кладбище. Но сегодня мы понимаем, что оно нужно, межмуниципальное кладбище, и все-таки изыскивается возможность, и в ближайшее время этот вопрос решится. Там нам предоставляют несколько вариантов земельных участков. Конечно, не все поселения отказываются, все не хотят, чтобы такое огромное кладбище было на их территории, вблизи населенных пунктов, а у нее санитарно-защитная зона 250 до 500 метров. Тяжело найти такой земельный участок. Активно этим занимаемся, генпланом также было предусмотрено, но по пожеланиям жителей, из генплана этот земельный участок в Леонихе был исключен от захоронения, хотя он уже имел назначение для захоронения, и, в общем-то, стоял, мы готовы были с этого года, после принятия генерального плана, начать его облагоустраивать и начать там захоронения. Ну давайте продолжим разговор о генплане. Теперь в более позитивном ключе, вот вы уже сказали о том, что предстоит нам расселять ветхое жилье, но это, конечно, с одной стороны, очень важно, но для, как говорится, чтобы глаз радовался, а не только все остальное. Конечно, прекрасный, все жители говорят, реконструкция парковой улицы в течение двух лет велась, вот уже завершили мы в прошлом году годню города и района, на очереди набережная вдоль улицы Шмидта, правый берег реки Клязьма, противоположный берег уже обустроен, будем говорить так, да, набережная Серафима Саровского, набережная юности. Ну ее стоит еще немножко доделать, когда мы в этом году закончим. Что будет с набережной, ну, будем говорить так, набережная правого берега, да, набережная вдоль улицы Шмидта? Ее мы получили грант, Щелковский район 102 миллиона, федеральный грант, из городского бюджета выделили 68 миллионов, общий проект будет составлять 170 миллионов, и в этом году мы эту общественную зону хотим открыть, надеемся, к дню города сделать подарок нашим жителям. Какой вариант выиграл по мягкому рейтинговому голосованию населения? Ну, вроде бы первый, сейчас окончательно определяется, там, в общем-то, еще окончательно я, честно говоря, не знаю, какой вариант выиграл, у меня нет такой информации. Ждем результатов. Ждем результатов, оглашений, как только они будут, мы обязательно наших жителей ознакомим. Еще один звонок, Рушан Гоярч, слушаем наших жителей, наших зрителей. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Я житель города Щелкова, улица Центральная. Двухэтажные дома, он не ветхий вход, а как многоквартирные дома. Скажите, пожалуйста, вот сколько-то лет назад вы были депутатом, и не только вы, а вообще Совет депутатов отменил в наших домах дворников, вот, у нас теперь сейчас никто не убирается. Как вот так вот, как вот нам быть теперь? Значит, старые дома наши, сносить у нас не сносится, и площадок у нас детских нет, и не делается ничего по поводу площадок во дворах. Как вот нам дальше жить? Нас же еще и десятилетия не снесут. И дворников депутат отменили, во дворе ничего не делается. Скажите, может, что-то... Нет, ну, если можно, уточните номер дома. Скажите, чтобы Рошангрия сориентировался. Центральный 74. 74, то есть это уже практически конец. Ну, почему не конец, там еще трехэтажки, наши двухэтажные, последний дом. У нас подборили ни детской площадки, ни дворников, никого нету. Депутаты отменили дворников. Ну, у вас, наверное, ошибочная информация, мы не могли такого сделать. Дворники у вас находятся в тарифе, в тарифе их нету, потому что, скорее всего, ваше жилье является ветхим, либо аварийным. Только поэтому. Не могу. Я уточню, если оставите телефон, мы завтра с вами свяжемся, я вам точно все, на все вопросы отвечу. Такого быть не может. У нас управляющая компания, муниципальная, она убирает там все, и мы ее активно к этому призываем и выделяем, датируем деньги на эту статью. Потому что понимаем, что в тарифе этих денег нет. Ну, не может быть, что брошено. Просто в этом году ситуация у нас такая сложилась с этими снегопадами небывалыми, да, и, в общем-то, не везде успевали наши службы. Техника не выдерживала, люди так же. Поэтому просим свои извинения за сложившую. Но это погода, не от нас. Жан Георгиевич, у нас уже близится перерыв, но есть еще один звонок. Давайте послушаем нашего зрителя, а сразу после перерыва тогда ответим на этот вопрос. Слушаем вас. Здравствуйте. 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 У меня вот тоже вопрос. Я живу на Парковой семье. Это наша инициативная группа. Выступаем от Парковой семье. Вы знаете, мы не можем выйти на нашу пешеходную парковую. Дороги совершенно нет, не чистится. Неужели нельзя прислать трактор, чтобы трактор прошел? Это ведь пять минут. Лужи такие, надо сапоги резиновые одевать. К мусорке не пройдешь. Помогите нам, пожалуйста. Хорошо, завтра обязательно поможем. Ну, будем считать, что это уже ответ на вопрос. Спасибо за вопрос. Напоминаю, что в гостях у программы «Диалог» сегодня глава городского поселения Щелково Рушан Махмутов и председатель сайта депутатов городского поселения Щелково. Мы вернемся к вам после небольшого перерыва. Не приключайтесь. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, что в гостях у меня сегодня глава городского поселения Щелково, председатель совета депутатов городского поселения Щелково Рушан Махмутов. Еще раз добрый вечер, Рушан Гоярч. Напоминаю, телефоны прямого эфира 567-1440, 567-1450. Звоните, задавайте свои вопросы. Ну а мы продолжим наш разговор, чтобы уже закончить тему генплана городского поселения. Очень интересный вопрос, который не первый год тянется еще до принятия генплана. Это строительство в целом, строительство восточного обхода города Щелково, чтобы, естественно, снизить транспортную напряженность. Мы уже говорили о нашем мосте через Клязьму, который пробки бывают часовые, отнимает особенно в час пик. Ну и, естественно, наверное, первой ласточкой в строительстве восточного обхода это будет уже утверждено решение. Да, проекта еще нет пока. Это мост через реку Клязьма в районе Фабричной улицы, ну и дальше дорогу туда в сторону очистных сооружений и Фряновского шоссе. Вот в каком состоянии сейчас находится проектирование, когда начнется строительство? Ну, я хотел бы уточнить, что проект уже есть. Он прошел все экспертизы, уже определен подрядчик. И с 1 апреля он выходит на строительство. План строительства планирует 18 месяцев строительства данного объекта. Но строитель нам обещает, что сдадут его раньше, чем есть. Поэтому подрядчик определен, конкурсные процедуры совершены. Ждем выхода их на площадку с 1 апреля нынешнего года. Ну, а дальше что? Вот, Шангарш, построили мост, да? Подъездные пути сколько? То есть после моста нам нужно будет доехать еще до Фряновского шоссе, а перед мостом, извините, переехать через железную дорогу? От чего? Это на две части разделим. Подъездные дороги от моста к мосту и от моста в эту смету входят. У нас софинансирование бюджета городского. В том году мы 70 миллионов выделили на проектирование. В этом году 70 миллионов также выделили софинансирование данного проекта. Это на вынос тех коммуникаций, которые попадают в зону ограничения дороги подъездной к этому мосту. Будет первая часть выполнена до улицы Заречной. Это первый этап. Второй этап, это уже который свяжет нас с Фряновским шоссе. Надеемся, мы слышали и все с вами слушали послания президента нашего, который разворачивает эти денежные потоки, которые говорят, надо заходить на муниципальные дороги, на региональные дороги, федеральные они все направления сделали. И те триллионы, мы их очень ждем для того, чтобы быстро и эффективно выполнить и разгрузить наш центр города. И очень надеемся, что по крайней мере на вторую часть восточного так называемого нашего обхода мы выполним, может быть даже в этом году. Все зависит от финансирования. Наш бюджет может себе позволить софинансирование в своей части, потому что без софинансирования невозможно. У нас бюджет состоятельный, да, конечно, придется где-то урезать из тех программ, если такая ситуация возникнет. У нас есть еще один звонок от нашего зрителя. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер. Алло, да, здравствуйте, говорите. У меня вот такой вопрос. Я хочу узнать, когда у нас начнет строительство школы в микроюль Заричном. Спасибо за звонок. Сегодня было у нас утром совещание по этому поводу. Сегодня должны были разместить этот заказ на строительство данной школы. Все документы, экспертизы пройдены. Надеемся, в следующем месяце подрядчик определится и выйдет на площадку. Мы поговорили о таких, скажем, более далеких перспективах, да, я имею в виду реализацию генплана. Ну, это через месяц, через два, в общем-то, строительство школы будет через пару месяцев и планируется в течение года постройка. Помимо этого будет реконструкция улицы Заречной, которую мы так долго ждем, которая сегодня. И с реализацией строительства моста данная улица заживет другой жизнью. То есть она будет удобнее для жителей, не будут ночью шуметь эти грузовики, которые круглосуточно ездят, создают эти пробки. В общем-то, мы ждем запуска вот этого восточного обхода, этого моста и реконструкцию улицы. И тем самым микрорайон Солнечный заживет той жизнью, которую он должен зажить, спокойной, со своей школой. Не нужно будет детям через этот пролетарский проспект переходить, каждый раз боясь того, что совершат наезд. Всегда мы переживаем все за своих детей, мы также очень волнуемся, очень хотим быстрее и скорейшего запуска. Ну, вы сами знаете, что это федеральная программа строительства школы. Мы выбили, и школа в этом году строится, начнет. Все согласования получены. Осталось только разместить и определить подрядчика. Надеемся, в течение месяца он определится. Это закон, по закону мы по-другому не можем. Если можно, тоже я продолжу эту тему. Улица Заречной, она будет дальше продолжена, я имею в виду уже, когда будет восточный обход, будет дорога идти, ну так скажем, Хордовой, да? В сторону Фрянского шоссе, а дальше в сторону карьеров. Будет что-то продолжение? Да, планируется, конечно, тот мост, который есть у нас в Кожинске, так мы его называем, да? Ну, между карьерами. Между карьерами. Это проезд, да, и мост через Клязьму, который у нас есть, который нужно использовать, и сегодня он путем будет объездным, но если мы сделаем через два карьера хорошую дорогу, и, конечно, выпустим транспорт через двумя путями, через этот мост и через мост на улицу Фабричную, через эти промзоны. Давайте поговорим о более, так скажем, близких планах, я имею в виду даже о том, что как реализуется программа у нас благоустройства, какое участие принимают городские власти, в том числе и в программах, так скажем, не только районного, но и регионального масштаба. Я имею в виду, конечно, губернаторские программы «Мой подъезд», «Безопасный город», «Светлый город» и так далее. Активное участие, конечно, город принимает. В прошлом году у нас более 500 подъездов было отремонтировано, в этом году также 565 намечено подъездов «Мой подъезд» выполнить. Также «Светлый город» мы участвуем, софинансируем практически около 40 миллионов. Это строительство новых линий электропередач, которые освещают город. Это в основном частный сектор, который мы должны не забывать. Они у нас в состав города входят, платят те же налоги, но и всегда обижаются на то, что не имеют тех дорог, освещения, коммуникаций. И у нас в этом году заложены деньги на проектирование. Это водоподведение, водоотведение таких поселков, как Охотово, Хомутово, Серково планируется реконструкция. Поэтому, если все получится и воплотятся, то это будет большой подспорь для наших жителей. И они наконец-то дождутся того освещения, тех коммуникаций и тех дорог, которые они действительно заслуживают, потому что платят те налоги, действительно несправедливо обделены и правильно задают эти вопросы. Но всему свое время, к сожалению, бюджет не резиновый, поэтапно будем делать. Если в этом году у нас уже ведутся совещания с водоканалом, с жителями, где лучше провести канализацию, что мы можем сделать. Вот в Охотово приведу пример. Там есть бизнес более 15 предприятий, которые также заинтересованы в проведении канализования. И они готовы софинансировать и участвовать в этом проекте. Уже в части были ими выполнены работы в свое время. Сейчас мы их возобновляем, потому что есть посыл жителей на то, чтобы сделать эту коммуникацию, сделать эту канализацию. Тем более там очень низкая грунтовая вода очень близко, постоянно подтапливает. И без канализации невозможно. Активно работаем в этом направлении. Надеемся все-таки перевести все в соответствие. В качестве иллюстрации к вашим словам, Рафанга Ярч, предлагаю посмотреть еще один видеосюжет о заседании Совета депутатов городского поселения Щелково, которое было в сентябре прошлого года и было посвящено благоустройству в том числе и дворовых территорий. Давайте посмотрим. Ежегодно десятки дворов комплексно благоустраиваются в Щелковском районе. Город Щелково не становится исключением. В 2017-м работа по реконструкции дворовых территорий подходит к концу. Параллельно утверждается список задач на следующий год. К его формированию приступили городские депутаты. На очередном заседании Совета обсудили подход к будущему благоустройству. Дворы разные. Один вытянутый, предположим, какой-то. Мы там пытаемся его наполнить какими-то элементами. Другие дворы очень большие, но там коммуникации проходят, и мы в углу где-то, извиняюсь, лепим эту площадку и потом не понимаем, благоустроили мы этот двор или не благоустроили. Правильнее было бы делать такие действительно зоны притяжения. То есть в микрорайоне пусть это будет две или три больших, хороших, с хорошими площадками для зоны обустроенных. Действительно, одной из актуальных проблем благоустройства в прошедшие годы стала сложность определения единых стандартов для установки игровых и спортивных площадок. Много вопросов связано с коммуникациями, пролегающими во дворах, а также с разными взглядами жителей на благоустройство. Кому-то нужна детская площадка, ну а старшее поколение предпочитает тишину и покой. Так, многие депутаты поддержали идею создавать более крупные и качественные зоны отдыха, соответствующие запросам всех жителей. Ну вот если можно конкретно, да, вот эта поддержка решения, да, создавать крупные зоны отдыха, примерно сколько планируется их создать и где в каких местах? Ну мы пришли сейчас к тому, что в каждом дворе, наверное, не стоит создавать детскую площадку, да, там где действительно много детей. И есть же один слой, где есть дети, есть бабушки, которым они мешают, у них на первых этажах дети шумят, естественно, они не хотят. Есть посыл организовать те зоны притяжения, такие как вот у нас, как пример, это возле школы номер 3. Это Космодемьянская улица, 15 дом, 17 дробь 4. Там есть большая площадка, на которой действительно зона притяжения можно организовать и спортивную для более взрослых детей, и детскую площадку, и игровую. То есть огромная территория, где можно и концертную площадку поставить, и проводить всяческие мероприятия на территории этих. Вот мы планируем такие зоны притяжения, чтобы не в каждом дворе была площадка, одни-две качельки, а поставить большие комплексы, которые действительно будут и деткам востребованы, и более взрослым молодежи. И бабушкам такие, они уже есть у нас, и на Сверской организованы такие площадки, где есть тихие зоны для более взрослых людей, которые как бабушки хотят, есть беседочка, они могут сидеть, в тени потихонечку посидеть, пообщаться, где им никто не мешает. Ну а, скажем, такие крупномасштабные рекреационные зоны, не планируется, например, как-то благоустраивать карьеры наши? Вы знаете, с карьерами очень сложно, и там их, если благоустраивать, по факту вокруг них они практически все выкуплены, все территории земельные выкуплены. Сам карьер не позволяет нам дать разрешение купаться в нем, вода никогда не прогревается до того норматива, который необходим, и распоряжение о том, что разрешить купательный сезон, там никогда глава, ни один руководитель не подпишет. У нас каждый год, к сожалению, там очень много людей тонет, не меньше пяти в сезон, потому что вода очень холодная, люди залезают, пытаются переплыть, все сводят и погибают. В общем-то, их можно организовать, но там надо организовать какое-то профессиональное, там дайвинг. Дайвинг у нас там проводят соревнования, даже чемпионат России проходил. Должны быть, у нас же сейчас направленность какая, чтобы привлечение бизнеса, мопы все убрать, потому что они неэффективны. Пусть выходят, приходят, и мы готовы с ними сотрудничать активно. Были какие-то там, мы на каких-то лыжах водных хотели, но все как-то осталось на уровне разговоров. Конечно, там жемчужины, хотелось бы их как-то вот преобразовать, но хотя они находятся, один из амеревских, он находится в санитарно-защитной зоне, в зоне наших очистных сооружений, и там периодически вот тот запах, который бывает, когда розовый ветров дует в ту сторону. Конечно, сейчас там за какой-то период мы боремся с этим, мы, скорее всего, победим эту проблему, запахи уберем оттуда. Знаете, что есть, реконструкция активно ведется, контроль осуществляется и депутатами, и главой района. Поэтому хотелось бы, очень хотелось бы их как-то использовать, но использовать просто, их так и допускать там, я не считаю, не нужно, но возможно, потому что это очень опасно для людей, только под надзором, только для того, чтобы кто-то там организуется, возьмет на себя ответственность за безопасность тех людей, которые приходят туда отдыхать. Александр Григорьевич, еще один такой вопрос. Вот сегодняшняя наша программа, такой достаточно яркий пример получился обратной связи с жителями нашего поселения, нашего города. Ну, те жители, которые, зрители программы, зрители Щелковского телевидения. А как власти города и администрации, ну, скажем так, Совет депутатов осуществляет связь с жителями? Ну, это осуществляет через личный прием, личный прием как главы я веду, он проходит на первый понедельник и третий понедельник в месяц с 9 до 13 часов. Записаться на него можно по телефону 670-01, также я веду прием как депутат еженедельно, каждую среду в пассаже за Речным, Комсомольской дом 5, на втором этаже. Также можно прийти ко мне. Сейчас вот у нас планируется совместно с городским прокурором города Щелково совместные приемы жителей. Завтра он будет впервые проходить у меня с 12 до часу, ну, потому что записалось 3 человека, которые на этот прием. Это профильно. Мы прием ведем, всегда люди говорят тот вопрос, по которому они хотят. Если это ЖКХ, мы набираем 5 человек, 6 сколько они. Я приглашаю профильных замов, тех, кто может сразу быстро решить эту проблему, либо, по крайней мере, ее объяснить и дальше найти пути решения этих проблем. Поэтому всех приглашаем. Телефон могу еще раз повторить. 670-01. Это городской телефон моей приемной. Звоните в любое время. Не обязательно, если экстренные вопросы, мы можем и вне приема приходить, и мы вас примем. Ну, а современные технологии, я имею в виду, общение через соцсети? Да, конечно, странички и мои личные есть. Есть страница Совета депутатов, есть сайт Совета депутатов. Мы отвечаем и на электронные письма. Конечно, мы идем в ногу со временем и стараемся все это также применять. Ведется какая-то статистика, на какую тему чаще всего обращаются жители, ну и вообще, насколько реально выполнить все те пожелания, которые звучат из уст наших сограждан? Нет, конечно, ведется. Конечно, это основное, это ЖКХ, проблема ЖКХ. На сегодняшний день звонки были, мы слышали о том, что это неэффективная, некачественная очистка происходит, не в свое время. Но я уже объяснял, почему. Конечно, будем устранять, будем стараться. Приходит очень много по улучшению жилищных условий, люди, погорельцы, вот тут люди несчастные, несчастье получается. Там, да, вот один из примеров могу привести, это охота у первой линии. Там у них сложная ситуация, что дом состоит из трех частей, трех владельцев, два частные собственники, а одна часть является муниципальной. Две части пострадало, а одна нет. И вот сейчас, чтобы восстановить, мы усилия прилагаем с администрацией совместно, чтобы либо одну часть списать с баланса, либо восстановить, найти на них деньги, чтобы люди могли свою часть восстановить. Там общая стена стоит, ее надо как-то совместно. Такие есть вопросы. Маневренный фонд выделяем для того, чтобы, когда погорельцы, им не нужно предоставить, им нужно временное жилье. Ну, это в основном, конечно, в общежитиях, которые мы можем подастать. Но они и этому благодарны, потому что такая беда случилась. Некому податься, это хорошо, когда есть родственники, они могут принять. Но вот есть такие, которым некуда. И мы даем это жилье, предоставляем, входим в положение, выделяем материальную помощь, которую можем оказать также. Еще один звонок от наших зрителей. Добрый вечер. Говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут Ольга Ивановна Гончарова. Я живу в Щелково-7. Вы знаете, возле дома номер 7 ни разу не выводился снег. Весь этот снег убирался к забору. Мы каждый год здесь тонем по два месяца у нас будет. И будет вы откачивать будете все что угодно. Ни к мусорке нельзя пройти, ни детям нельзя в школу пройти. А мы, старики, так вообще уже не выйдем на улицу даже. На улицу не сказать как-то. Вот такая просьба. Разберитесь, пожалуйста, помогите нам. Разберемся. Вы подскажите, пожалуйста, улица у вас какая? Номер 7? Да, проспект 60 лет октября. А, 60 лет октября. Хорошо. Обязательно завтра. Научите меня, пожалуйста. Вроде есть приказ поведительства, чтобы не брали с нас за капремонтцев. Кому за 80. Ну, нас измучили всякими угрозами и всякими квитанциями. Ну, я платила. А они сейчас стали добавлять все возможные другие цифры. То есть было 399 рублей, а сейчас уже 700 рублей. И так все время, когда звонишь туда, уточняешь, они грубят, очень ведут себя некорректно по пожилому человеку. Ольга Ивановна, я вот еще раз вам скажу номер 670-01. Звоните завтра, дадите нам свои платежки. Прямо можно по телефону продиктуйте. Подождите, я сейчас запишу. А то я ведь старенькая. Ничего, ничего, не торопитесь. Нужно разбираюсь. Вот так. 6-70-01. Это городской номер Совета депутатов. 6-70-01. 7-01. Звоните завтра с 9 часов. Все, мы вам поможем обязательно. И со снегом тоже разберемся. Ну, может, я не права, но есть, по-моему, приказ поведительства. Посмотрим. Просто рекомендовали за капремонт. Хорошо, Ольга Ивановна, посмотрим, обязательно поможем. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Удачи вам. Спасибо. Спасибо вам за вопрос. Шенгарыч, вот такие у нас мы в основном поднимали, конечно, материальные проблемы. Стоит, наверное, поговорить еще и о духовном, тем более, что у нас не так много времени осталось. Как у нас принято говорить, культура финансируется по остаточному принципу, даже на федеральном уровне. Но у нас осталось времени буквально 5 минут. Хотелось бы услышать от вас о том, какую работу ведут городские власти в культурном, так скажем, и спортивном направлении? По нормативу, в общем-то, есть, чем мы гордимся у нас на самом деле. У нас есть федерация дзюдо, которая показывает замечательные результаты. Более 300 детей занимается. Из них 3 человека входят в сборную, в олимпийскую сборную, в которой в будущем на следующей Олимпиаде будут участвовать. И это жители нашего города. И там замечательный тренер Джумбир Абуладзе, который 4 года подряд является лучшим в Московской области и в Центральном федеральном округе. Наш город славит. И сейчас мы все-таки, я думаю, найдем возможность совместно построить борцовский зал, который действительно тогда это будет школа. Сейчас всего лишь эта секция, она не школа. Хотя в других городах с такими результатами у них ставит большие дворцы и уделяется очень много внимания им. И мы также, я думаю, скоро воплотим то, что его мечту он доказывает всей своей жизнью, то, что он воспитывает таких замечательных ребят, воспитанных, сильных, которые защищают наше знамя, нашу страну, выигрывают чемпионаты Европы. И везде они говорят, это щелкало-щелкало. Шангарч, насколько я знаю, вы тоже занимаетесь активно спортом, в частности, любите зимние виды спорта, конечно, хоккей. Если можно, коротко расскажите, у нас есть возможность будет показать, как депутаты городского совета играют в хоккей на ледовой арене имени Владислава Третьяка. Если можно, буквально несколько слов. Да, стараемся, играем, пытаемся заниматься, работая сидячая, пытаемся всю жизнь активно, образ жизни ведем, привлекаем туда и молодежь, и сами своим примером показываем, что можно еще и кататься, и успевать все, и работать, и спорт. Так же, как приняли участие в сдаче ГТО, 8 депутатов у нас сдали норму ГТО, я в том числе. Поэтому активно принимаем участие сами, своим примером показываем. Ну и завершая наш сегодняшний разговор, хотел бы спросить о том, как идет подготовка, ну, наверное, к самому главному празднику в нашей стране, я имею в виду, конечно, День Победы в Великой Отечественной войне. С каждым годом у нас все больше и больше жителей принимают участие во многих мероприятиях, которые в этот день происходят. Это, конечно, и шествие Бессмертный полк, и другие много-много мероприятий. Вот, что в этом году коснется жителей нашего города в связи с празднованием очередной годовщины Великой Победы? Ну, естественно, мы начинаем, как снег сходит, это с ремонта всех памятников, всех монументов на территории города, приведение их в соответствие после зимнего периода, немножко, как они приходят в негодность, поэтому мы их в первую очередь приводим к Дню Победы в соответствующий вид. Ну, естественно, честность наших замечательных ветеранов, которых становится, к сожалению, все меньше и меньше, но те, которые есть, мы их любим, уважаем и всячески чествуем, и, естественно, будут у нас и проходить все концерты, которые нужно, которые предусмотрены, естественно, возложение венков к вечному огню, конечно, парад, парад в Щелково-3, парад здесь у нас на площади, чествование их за столами, в общем-то, то, чтобы они нашей молодежи передавали и рассказывали то, что они видели, те страшные годы, которые они пережили, и чтобы, не дай бог, это никогда не повторилось. Пусть пока они живые, рассказывают не с экрана в телевизор, а вот сидя живые, глаза в глаза. Поэтому они очень большую работу ведут, мы их всех знаем поименно, всех любим и всех стараемся не обделить ни вниманием, ни подарками, конечно, какие им подарки, сейчас самое главное, наше внимание, наше участие, что мы их помним, знаем, что мы им благодарны за ту победу, которую они совершили, и обеспечили нам такую жизнь комфортную, приятную, и победили этот фашизм. Большое спасибо, Рушан Гаяч, за ответы на вопросы, спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Диалог» был глава городского поселения Щелково, председатель совета депутатов городского поселения Щелково Рушан Махмудов. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо! Спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова